Так, интересно пошла трансляция или нет? Ага, так, Facebook привет, YouTube потенциально тоже привет. Это опять проект iTractor, мы опять в прямом эфире, как всегда с интересными гостями, с интересными новостями. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек, на мой взгляд. Конечно же, я всегда приглашаю тех людей, которые интересны именно мне. И как так совпадает, что они интересны потом и вам становятся. Собственно говоря, когда я первый раз услышал об Олеге, а это было еще, даже не помню, сколько лет назад, и когда я почитал его несколько интервью, когда он там проплывает в бассейны, а потом соревнуется с профессиональными пловцами, а потом, когда, например, он работает и встает из рабочего стола, то делает сто отжиманий, я, честно говоря, сначала подумал, это вообще живой человек или как вообще это происходит? И в сегодняшнем моменте мы пригласили Олега к нам на встречу. Олег уже с нами. Олег, добрый день. Сергеев, добрый день. Я вас уже немножко представил, пока вы подключались. Мы всегда начинаем с короткого блица, но чтобы было понятно, с кем мы разговариваем. Потому начнем, собственно говоря, с него. Что вас прет по жизни? Наверное, нерешаемая задача. Получается их решать? Обожаю. Круто. А чего вы больше всего в этой жизни боитесь? Недоверие. Недоверие к вам или недоверие с вашей стороны к другим? Наверное, ко мне. Круто. Что у вас круче всего в этой жизни получается? Думать. Классно. Ваш самый большой фейл, который вспоминаете и прямо там, не знаю, в мурашки по коже либо в подбросает, не знаю. Была ситуация, при которой я прямо понял, что я вижу человека в последний раз. И я мог бы сказать, что я много хорошего и теплого, но я подумал, наверное, это ошибка. Я жалею, что не сказал много добрых, хороших слов человеку, которому моя помощь была нужна, поддержку была. Да, это печально. А ваше самое большое достижение в жизни на сегодняшний день? Вы знаете, каждый день таких достижений. Например, опять сегодня у нас 13.06. По состоянию сегодня, с начала года я написал 32 книги. Ну вот таких достижений у меня каждую неделю, каждый месяц, сколько угодно. Поэтому каждое очередное должно занимать предыдущее. Поэтому мое самое большое достижение – это сделать то, чего еще не делал ни я, ни другие. То есть соревнуетесь сами с собой? Больше не с кем. Ну, слушайте, довольно смелое заявление на самом деле, давайте честно. Ну, больше не с кем. Очень смело. Окей, дальше мы об этом поговорим. Ваш некий стил лайф, вот с чем вы идете по жизни? Сверх усилия ведут к сверхрезультату. Я верю, что только прилагая значительные какие-то потуги, только при вознемогае боль, можно до финиша добраться в числе первых. Я вот прям в это искренне верю. Я не верю в slow life, я не верю в то, что кто-то может сильно помочь. Я верю только в то, что тренировки и упорство в конце концов показывают, кто чего стоил. Да, наверное, это правильно. Смотрите, так как у нас основная аудитория – это IT-ребята, которые в IT, соответственно, мы будем немножко говорить, смещаться сейчас в эту область. И сразу немножко отступлю от темы и скажу ребятам, кто нас сейчас смотрит. Смотрите, ребят, это не мастер-класс. Однозначно. Это интервью с живым человеком, который просто будет рассказывать о себе. Народ спрашивает в комментах, можно ли задавать вопросы. Даже не можно, а нужно. У меня есть даже выписанный на листочек специально. И что еще важно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Видно нас, слышно нас, чтобы мы точно понимали, что мы не говорим вдвоем с Олегом, а что у нас есть аудитория. Окей? Так, Олег, а расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? В чем ваш основной бизнес? Я 20 лет проработал в финансо-промышленной компании, одной из крупнейших в СНГ. Работал в пяти странах, занимал 13 разных должностей. Был айтишником, был безопасником, был аналитиком, был кредитчиком, был юристом, занимался коллекшеном, продавал в рознице, продавал в корпоративе, продавал в бизнесе транзакционном, занимался процессами, проектами, стратегией, рисками и так далее. Но через 20 лет мне показалось, что, наверное, пора рассказать миру о том, что профессия — это круто, но навыки еще лучше. И я придумал школу трабл-шутеров, запустил ее 15 сентября 2015 года. Сейчас я в ней преподаю. В ней сейчас 196 навыков, но она рассчитана на 625. И вот это дело моей жизни, то есть каждую субботу, каждое воскресенье я читаю по 10 часов лекции. Очень надеюсь на то, что выращу поколение людей, которые со следующего года будут читать лекции вместо меня. А в чем заключается... Ну, как бы слово «трабл-шутинг», я понимаю, но в чем заключается основной мотив школы? Что вы делаете? Давайте начнем со слова. Да, «трабл-проблема» — шут — стрелять. Впервые я с этим словом познакомился в 536-й лаборатории 18-го корпуса Киевского политеха. Я учился на факультете информатики и в учтехнике. И в какой-то момент к нам приехали ребята из компании «Моторола» и привезли транспьютер — DSP-96202. Вставили в системный блок компака, а он не заработал, потому что у нас был DOS 3.30, а нужен был 5.0. Ну, понятно, мы там пометались по ближайшим аудиториям, оказалось, что ни у кого такого DOS нет. Американцев повели кормить, а я забрался, значит, вот этот компьютер и обманул систему, подставив некоторые переменные, сказал все, что DOS есть 5.0. Когда вернулись ребята из «Моторолы», они сказали, этого чувака надо нанимать, потому что он «трэбл-шутер». Так и появилось слово «трэбл-шутер». Потом у меня был хакерский редактор Head, который продавался в том числе на компактных пиратских с киевской горбушкой, которую он называл «Аскараевой дачи». Потом у меня были антивирусы, «Браво» и другие. И таким образом через время люди перестали понимать вообще. Отремонтировать компьютер и починить принтер, им стало казаться одно и то же. Потом оказалось то. И другие вещи можно решать. Трэбл-шутеринг – это когда человек, имеющий много навыков, может помочь гостиницам, ресторанам и другим всяким компаниям. Многие айтишники – колоссально умные ребята, умеют строить базы данных, понимают логику, алгоритмы и так далее, но к жизни не предпособлены. То есть они всю жизнь планируют быть айтишниками. Я был такой же. И когда я программировал, я был счастлив, потому что мне платили деньги там Hagen, Siemens, Parcetec, всякие компании крутые. А потом Intel был, Microsoft. А в конце концов, когда я забирал руки от клавиатуры, был совершенно жуткий страх. Но оказалось, что наши знания применимы и в бизнесе. Многие люди в бизнесе менее системные. Трэбл-шутеринг – это способ поиска нестандартных решений. Да, я часто принимаю решения инженерные, да, я принимаю решения тризовские. Но когда вы знаете много всяких вещей, вы, как правило, оказываетесь самым умным за столом. Вот школа трэбл-шутеров учит быть самым умным за столом в крупнейших компаниях планеты. Это Marriott, это Grand Hyatt, это гостиница W, это Levi's, это Armani, Hugo Boss, Карл Лагерфельд, Этро и так далее. Круто. Если немножко сместимся в сторону более практического применения, какие задачи конкретно, например, ваши студенты могут решить? Прямо сейчас у нас есть проект, прямо сейчас мы работаем с компанией номер 8 Forbes, именно в интернет. Это компания, которая существует 20 лет, богатая, считается крутой. И вот именно со школьниками мы решаем задачу. Мы пластеризировали всех клиентов, все компании Питера, все компании Москвы, которые с компанией работают. Нашли шесть кластров там, шесть кластров там. Мы при этом соединили базы данных разные, почистили их и с помощью больших данных сделали несколько советов, которые существенно улучшают жизнь. До этого у нас была одежда, это компания Сэлла, до этого были гостиницы, пятизвоночные W, до этого были там рестораны, в том числе две палочки, они же есть с Висам, тоже из Петербурга. W, которая недалеко от Исаакиевского собора, тоже была моим клиентом. Ну вот так это работает. Круто. Когда вы рассказывали о том, что вы в прошлом программист, я немножко удивился, на самом деле. Ну я отступлю от темы, сделаю вид, что я вас раньше не видел. И то, что вы программист, это для меня удивительно. Я не знал, что вы кодили. То есть вы реально работали программистом и кодили? Ну опять же, я начинал с Паскаля, потом был Дельфи, но я потом пересел жестко на Ассендер, потому что понял, что это очень быстрая штука. Да, я программировал под транспьютеры, это такие параллельные вычисления, раньше были всякие языки. И начинал с языков Ада, Пролог, Лисп, это искусственный интеллект, там какие-то были успехи. Да, моя диссертация кандидатская, это искусственный интеллект, интеллектуальное ядро поддержки принятия решений для юридической деятельности. Еще хотел задать вопрос по поводу навыков. Вот то, что вы сказали, что программисты это очень умные, очень системные ребята, зачастую, в основной своей массе. Ну, у них работа такая, быть системным, быть в фокусе на решении какой-то задачи. На ваш взгляд, каких основных навыков не хватает среднестатистическому программисту для того, чтобы построить свой бизнес? Скажу так, Вообще у умных людей не получается строить бизнес. Они чересчур много знают, чересчур замечают много рисков и поэтому не желают их принимать. Когда я говорю, например, о трэблшутинге, ну, опять же, я был руководителем долгие годы в крупных компаниях. Что я заметил? Что, когда у вас есть какая-то проблема, ее решение занимает буквально 5% времени. Процент, наверное, 80% – это понятие формализовать, и процентов 15% в конце – решение продать. Вот чего программисты не умеют обычно формализовать решение. То есть они садятся с заказчиком, и заказчика невероятно долго мучают. Они или пишут ТЗ, или работают по скраму, то есть используют какие-то методики, с помощью которых вытаскивают из клиентов знания. Но когда вы ходите с крупнейшими компаниями, с очень богатыми людьми, они вам просто пальцем тыкают на проблему, говорят, разберись. Вопрос не денег, не срока, а того, что заказчик не хочет в это вникать. То есть не будет никакого ТЗ, и рядышком с вами не будет никого. И если вы не можете вникнуть в эту отрасль, прочтя много книг, или там, скажем, ознакомившись со всем, что есть в интернете, вы просто не сможете задачу формализовать. Последнее – это продажа. Айтишники настолько уверены в логике, настолько привыкли мыслить функциями, аргументами, что людей, которые не принимают их логику, они считают какими-то недоразвитыми. Они часто считают руководителей глупыми. Но у руководителя есть некая ресурсная соревновательность. И он каждый раз думает, ага, что я больше покупаю, риск или шанс? И поэтому, наверное, две вещи, которых не хватает программистам. В первую очередь, это длительное прогнозирование, скажем, лет на 15-20. И второе – это желание и умение слышать отказ для того, чтобы переформулировать свое предложение. Как вы рассматриваете тандемы? Ну, условно говоря, есть, например, талантливый инженер, который умеет кодить и решать математические задачи. И, например, толковый менеджер, либо толковый продажник. Либо это не работает. Ну, вот знаете, как раз это было то, из-за чего я пытался выбраться. То есть я работал в Германии, во Франкфурте. Меня наняли очень крутая компания, чтобы я там что-то программировал. И я постоянно какие-то решения хакерские находил, какие-то делал воркраунды. Чем гордился? И у меня было два шефа. Один технарь, Яхим Дрейер, и второй гуманитарий, Фрэнк Грютер, который много зарабатывал денег, продавая мои решения. И сначала мне казалось круто. Я делаю, а не продаю. А потом я подумал, стоп, я, получается, кормлю наследников, на хлебников. И одна из моих задач это было выучить языки и научиться самому ходить к клиентам. То есть я приоделся, сменил футболку и какие-то джинсы на приличные костюмы тройки и с тех пор не знаю горя. Я не верю в тандемы. Объясню почему. Разговор менеджера с инженером это обычно, знаете, попытка уговорить одного сделать другое. А когда у вас в голове есть 15-20 профессий, вы сами с собой поговорили, сами решили, помолчали, выдали решение. Где нужно запрограммировали, где нужно написали алгоритм, где нужно показали. Вы знаете, вот у меня вопрос возник. Вы командный игрок или вы одиночка? Я командный игрок. Мало того, я прям в этом фанатичен. Я постоянно окружаю себя учениками, которых учу и с удовольствием передаю им разные кусочки работы. Объясню почему. Я не считаю необходимым повторно выполнять работу, которую я уже делал. Например, вот в школе трубл-шутеров я уже оформил 128 презентаций суммарно на 13 580 слайдов. Как вы думаете, хочу я дальше продолжать? Конечно, нет. Поэтому сейчас вот с мая несколько команд учатся оформлять презентации. Опять же, я долго программировал и до сих пор пишу код на SQL и там в таких языках баз данных какие-то вот делаю анализы, исследования. Их очень много в интернет. И как вы думаете, я хочу это делать? Конечно, нет. Поэтому я учу команды, целые команды работать в SQL, работать с SPSS и другими всякими средствами. Нет, я абсолютно командный игрок. Со стороны кажется, что я не командный, потому что часто говорю я. Но почему говорю я? Потому что трубл-шутер работает в одиночку. Я вылетаю в Абу-Даби, там нахожусь 4 дня и улетаю. То есть у меня нет ни телефона с собой, ни Wi-Fi, часто нет ноутбука. Я приехал, проблему понял, решил, улетел. Там команда быть не может. И ученики мои тоже, когда начинают работать, они тоже работают в одиночку. То есть обычно клиент, заказчик не позволяет нам ни делать записи, ни фиксировать, ни находиться возле средств связи. Ничего себе! Такой уровень секретности? Это не уровень секретности. Ну представьте, допустим, наши клиенты гостиницы Marriott. Их сейчас 6900. Мы имеем полный доступ к данным. Скажем, мы работаем с компанией 2GIS. Это 123 города и данные собирались 20 лет. То есть мы за последние 18 месяцев проанализировали 2,3 миллиарда запросов, которые совершили там, по-моему, около 5,7 миллионов человек. То есть мы настолько много знаем секретов, что да, мы не подписываем ни с кем-то документов, нет никаких индей, потому что мы в голове можем много его нести. Да, но наши компании, наши клиенты, как правило, компании большие. Например, китайский банк, у которого сейчас клиентов 350 миллионов. Или компания Beeline, которая не только есть в России, в Украине, она еще есть в Пакистане, в Египте и других странах. Она входит в тройку мировых компаний телекома. Вы очень легко оперируете цифрами и фактами. Прямо, ну так, не заглядывая, либо у вас там где-то экран, такое ощущение, что за вами, там где-то перед вами экран, вы просто очень-очень легко этим оперируете. Я, например, так не умею. Я сейчас пытаюсь даже своего бизнеса вспомнить цифры, я такой, ой, напрягся и понимаю, что я не могу так быстро. Как у вас это получается? Есть хитрость. Опять же, айтишникам она не понравится. Естественно, я знаю Excel, естественно, я знаю MatCat, Wolfram, математика и другие всякие системы, но я большинство цифр строю от руки на тетрадке в клеточку. Объясню, почему. Если я за какими-то слежу закономерностями и от руки это черчу, то эти графики у меня в голове есть. Цифры помню только потому, что я их не вбиваю пальцами, которые ничего не чувствуют, а я пропускаю через себя и я почти все графики для клиентов рисую. Это позволяет мне помнить информацию, допустим, за большой период, скажем, есть сеть заправок в Московской области, у них там какое-то количество заправок и вот я знаю их ассортимент за последние 23 года. Или, скажем, есть одежный бизнес, я знаю весь их ассортимент за 27 лет. Почему? Потому что я сам ручками сначала данные чистил, потом графики строил, потом презентацию рисовал. Как только вы работаете сами руками, то есть не языком болтаете, а сами делаете каждый элемент, у вас все эти цифры, они просто остаются на уровне ощущений. Важный момент, смотрите, согласен с вами, я тоже фанат бумаги, несмотря на то, что работаю с ноутбуком, я фанат бумаги. Вот, вот, олдскул, так же, как и вы. Насколько важен вот этот момент, когда вы пользуетесь, скажем так, 50 на 50, 50% ноутбуком, 50% старым, добрым вот таким вот устройством? Скажу так, в свое время, когда я учился, у нас программирование учила Каленько Рита Федоровна. Женщине было лет, наверное, 60, она в жизни компьютера не видела. И мы программировали простым карандашом и стирали, значит, резинкой, наверное, как и вы. И мы алгоритмы рисовали. Многие новички, которым там лет не так много, саятся за машиной и начинают за ней думать. Я делаю иначе. Я всегда рисую алгоритм. То есть я все еще там тот самый олдскульный человек, у меня доски везде развешаны, я на досках рисую, и пока нет алгоритма, за машину не сажусь. То есть я не думаю возле компьютера. И я считаю, что это основная причина успеха, потому что компьютер, он чересчур цветной, он яркий, красочный, он все время отвлекает. А когда вы на бумаге сидите, вас не отвлекает ни сообщение, ни мессенджер, ни звук. Круто. Сколько часов в день вы посвящаете соцсетям? Очень просто. Я это делаю следующим образом. Я утром, как только приземляюсь или там схожу с трапа, или с ноутбука, или с айпада, или с телефона, у меня минимум три устройства есть с собой, я делаю каждый день пост. То есть утром у меня в 10 сетей выкладываю пост. Или рецензия на книгу, которая еще не вышла, или мою статью, которая уже появилась, или еще что-нибудь. Но каждый день у меня есть пост. Это занимает в среднем от 8 до 10 минут. И в течение дня я вхожу в интернет примерно 5 раз для того, чтобы на комментарии ответить или с кем-то пообщаться. В целом, я думаю, примерно 110 минут в день. А ленту листаете? Вот, знаете, вот есть болезнь взять телефон либо на ноутбуке и просто пролистать ленту. А что там происходит вообще в мире? Вы так делаете, нет? Нет, категорически нет. Я писатель, я не читатель. Я понял. А откуда вы черпаете новую информацию? Вот это очень интересная штука. Я не смотрю телевизор уже очень давно, наверное, леток около 30. Первое, это почти все издания присылают мне книги до момента печати. Вот часто выходят мои рецензии, я читаю в неделю от 10 до 12 книг, и обычно они еще не вышли. И вот на них пишу рецензии. Поэтому, к правилу, я получаю книги еще в черновиках, но их обложки еще нет. Это первый источник информации. Второе, я в LinkedIn там во многих группах состою. Ученые, это искусственный интеллект, это Гаррис Бизнес Ревью, это там разные исследования, которые меня интересуют, хоспиталити, сервис, там ресторан, хорика. И получается, что там ученые опубликуют свои какие-то исследования. Они еще на русский язык не переведены, они бывают на испанском, французском, арабском, немецком. Вот оттуда я читаю. То есть я читаю статьи, через которые, там через 5 лет или 10 появляются книги. Хочу задать еще вопрос. Я знаю, что у вас ведь не только школа траблшутинга. Когда я готовился к интервью, я знаю, что вы занимаетесь вопросами искусственного интеллекта. Может, давайте немножко прольем свет на вот эту историю, потому что, по сути дела, это вот моя аудитория, которая нас сейчас смотрит, они из этой песочницы, и я хочу, чтобы вы об этом рассказали. Да, действительно, я использую искусственный интеллект, но, опять же, знаете, это следствие того, что если вы с чего-то начинали, то от этого тяжело отказаться. Для чего я его использую? В институте я его использовал для лечения вирусов, поэтому у меня было несколько антивирусов разных, которые я некоторые продал, некоторые закончились менее успешно, но, тем не менее, мы были и делали с бюллетни, и мы были на ЦЕБИТе, мы были на разных выставках и хакерских конференциях. Потом я писал в хакерский редактор, где использовал искусственный интеллект. Например, среди прочего, я придумал механики, с помощью которых я мог рисовать таблицы. Помните, раньше была псевдографика, и вот можно было рисовать одной линией двумя, одна пересекает две, всякие тени появляются. Тогда уже в моем редакторе, который был на Ascendry, не было конца строки, он был безграничный, и можно было делать резиновые таблицы, то есть вот прям пишете текст, и оно раздвигается. То же самое в Word еще не было форматирования всего абзаца, он форматировал только то, что было после курсора, а я все время форматировал все. У меня уже было встроенное вычисление, двоичное, истеричное, любые знаки, препинания, любые системы, любую мишенину можно было делать, чего там в многих системах нет до сих пор. И мой редактор нельзя было сжать ни одним архиватором ни на байт, он закончился 56 килобайт, версия 7.63. И как раз там тоже было много искусственного интеллекта. Линкдин тоже потратил 90 дней, делал некоторые действия, изучил систему, а как вы написали, хакнул, на самом деле, конечно же, я не хакнул, но я изобрел способ написания текстов, и теперь у меня есть специальные там макросы в Word и в Excel, с помощью которых я проверяю качество текстов. Как правило, когда я пишу текст, он выстреливает моментально в топы издания, потому что на секундочку я выкачиваю все издание целиком. То есть, получается, я беру свой текст и внутри текста гармонизирую. Его гармонизирую со всеми своими статьями, а их на сегодня уже 1532. А потом я гармонизирую это со всеми изданиями, где я пишу, и получается, что я создаю кубик Рубика из всех знаний. И хотя я бросаю статьи в разные источники, в конце концов я создаю единую систему знаний, и как раз ее тоже проверяет искусственный интеллект. Такого ничего космического, наподобие нейронных сетей, корреляции, кластеризации, ну вот такие механики. То есть, я показываю, что даже гуманитариям это будет полезно. То есть, я на спор с любым гуманитарием, с любым главредом вхожу, я пишу статью ООН, мы выкидываем, и получается, что мои выигрывают. Почему? Потому что я пишу на языке аудитории, а он пишет на том языке, на котором он хочет. Важный момент. Вы больше цените гуманитарное образование или техническое? У меня пять образований, дважды кандидат наук, все дипломы красные. Первое было Киевский политех, второе было юридическое. И что я заметил, что Киевский политех это был конспект. То есть, мне нужно было постоянно все записывать или списывать, тогда еще не было ксероксов, или списывать у кого-то. Потом прочитываешь, и конспекта хватает, чтобы экзамен сдать. То есть, такая некая структурность и очень старательные преподаватели. На юрфаке и других моих обучениях оказалась другая штука, крайне важна библиотека. Поэтому, наверное, все-таки я уважаю очень технорей за возможность любую информацию вместить в таблицу. Но, с другой стороны, технори бывают потом плохими экономистами и плохими юристами, потому что они не способны понимать большие объемы дар. Поэтому образование должно быть техническим, а вот способ изготовления информации и ее группировка гуманитарная. И вот этот момент возвращает нас немножко назад. Смотрите, мне очень хочется, чтобы вы дали рекомендации тем ребятам, которые планируют, например, растить свой бизнес либо открывать свой бизнес, которые айтишники на сегодняшний день. Давайте назовем несколько навыков, которые им точно понадобятся для того, чтобы развиться. Первый навык это копирайтинг, потому что копирайтинг это способ изложения мыслей таким образом, чтобы вам ответили в случае письма или отреагировали в случае заметки или статьи, потому что это один из способов повышения экспертности. Если вы умеете писать, вы умеете говорить. Умеете говорить, вас услышат. Услышат, значит, ответят. Если ответят, значит, это будет либо да, либо нет. Если нет, понятно, у вас не получилось, идете дальше, если да, вы получили деньги. Вторая вещь это умение делать презентации. Почти все айтишники, они берут какие-то странные шаблоны, делают копии из тех презентаций, которые якобы были успешными и тиражируют одинаковые подходы. Я слышу стартаперов уже там 23-24 года и постоянно они совершат одни и те же ошибки, плохое оформление, небрежный подход к информации и слишком много догадок. Следующая важная вещь это умение слышать. Очень часто инвесторы или люди, которые могли бы вам помочь, вопросы задают, потому что требуют уважения или искренне чего-то не понимают. И когда вы умничаете, они думают, ну, если ты меня не уважаешь, не получишь денег. Проблема вот в чем. Я постоянно окружен людьми, у которых очень много денег. И у них деньги лежат, знаете, вот навалом. То есть и банки не могут эти деньги перевалить, и по разным причинам люди не хотят эти деньги светить. И они бы сказали, все время говорят, приведи людей, которые могут адекватно построить бизнес. И они готовы рисковать, они ничего не боятся. Но большинство айтишников пытаются впарить продукт, а все наоборот, надо от заказчика работать. Поэтому три навыка это копирайтинг, это презентация, умение слушать для того, чтобы переформулировать. А где этим навыкам, либо как этим навыкам лучше всего обучаться? Ну смотри, Сергей, на самом деле мы с вами начали серию передач, а почему бы нам с вами этого не сделать? У нас сегодня просто разговор с точки зрения поговорить, но мы же в любую секунду можем включить экран, и я покажу, как строятся бизнес-планы, как пишется текст. То есть будут мелькать всякие там коды, программы, системы. Одно дело просто языком молоть, наверное, чего умеют многие, а есть другой вариант, мы прям покажем, как вот именно этими руками и вашими руками можно чего-то делать. Я не вижу в этом. Окей. Друзья, кто нас смотрит сейчас на Фейсбуке, если вы готовы к серии, не так, если вы хотите серию мастер-классов от Олега Брагинского, просто ставьте, пишите большими буквами «хочу». И мы поймем вот сейчас прям по реакции, что из этого получится. Если хотите освоить не плюсики, а просто большими буквами «хочу». Вот. Окей. Потом после нашего прямого эфира мы заглянем с вами и посмотрим. Окей? Так. Теперь вернемся к вопросу LinkedIn. Для меня LinkedIn такая сакральная штука. Вот для меня две вещи. Фейсбук – это некая внешняя коммуникация и LinkedIn еще более внешняя, более далекая, скажем так. У вас один из самых просматриваемых профилей в мире, насколько я знаю, на сегодняшний день. Как вы к этому пришли? Давайте вот тут маленький-маленький трехминутный мастер-класс. Что делать для того, чтобы твой профиль качнулся так, чтобы все айтишники кругом ходили, завидовали и кричали? Блин, как? Как? Ну, первое. Я на это пытался потратить 90 дней, я это делал в 2014 году, и я планировал сделать тысячу экспериментов. То есть, как ученый, я спланировал эксперименты. Что я буду делать, как я буду делать. Потребовалось 763 эксперимента, чтобы я стал первым на планете. И что я делал? Ну, смотрите, вот, конечно же, все ждут волшебную таблетку, но первое, что я сделал, я подумал о том, как же стать заметным. И первое, я зашел и в Википедию и посмотрел, на каких языках разговаривает наибольшее количество людей. Я, значит, начал делать свой профиль на 12 языках. Те, которых там, по сути, суммарно говорит 6 миллиардов человек. То есть, ни на английском, ни на китайском, ни на индийском по отдельности вы не станете просматривать. Первое, это многоязычность. Второе, я все время выкачивал тех людей, профили с помощью ВГЭТа, людей, которые мой профиль смотрели. Всего за этот период посмотрело 640 тысяч человек. Я из них сделал длинную колбасу, сделал частотный анализ и я научился неким фразам, которые для LinkedIn стандартные. Я объясню, почему. Большинство людей пишут о себе так, как хотят, обычным языком. Но есть устойчивое выражение. Например, у нас пишут creativity, да, креативность, а индусы говорят Russian it up, Russian слово русский, типа из палочки и веревочки. И получается, если вы соберете у других людей из профилей правильные фразы и вставите в свой текст, вы получите то, что нужно. Но это не очень сложно. Дальше нужно понять, что есть разница между, допустим, Google, Яндексом и поисковыми системами. Если вы сделаете поиск слова сушка в Google, это будет пресс. Если в Яндексе, это будет баранка. Напишите слово меню в ресторане и вы поймете, что Google понимает как меня, как человека, а Яндекс понимает как список в ресторане. Или дорогой. Google понимает дорогой часто как дорогой путем, а Яндекс как expensive. И вот очень важно избегать слов двузначных, которые на английском, французском, немецком, испанском, арабском по-странному звучат. И еще есть масса правил. То есть у меня есть большое количество в Excel всяких правил, которые я сформировал. Я пытался делать так, чтобы поисковым системам нравился мой текст. Я писал не для людей, а для роботов. Например, я истреблял плечи. Я придумал такую штуку, что вот, скажем, если есть подряд три слова, скажем, там, не знаю, машины, машины, машины. Я рассчитывал расстояние между первым словом и вторым, вторым и третьим. И я, в конце концов, для каждого языка высчитал плечи, плечи, которые роботов не мучают. Что делают роботы? Если много раз написано одно и то же слово, он говорит, это, наверное, оверсквотинг. И берут, значит, или второе слово выкидывают, или третье, или вообще говорят, это, наверное, злоупотребление. Я нашел границы, при которых это не работает. То есть, получается, я для всех поисковых систем, с которыми работал, и с социальных сетей, нашел такие закономерности, при которых я нравлюсь роботам. Окей. Олег, я предлагаю немножко ответить на вопросы, потому что мы с вами увлеклись, а оказывается, есть вопросы, на которые необходимо дать ответы. Были ли у вас периоды, когда казалось, что все идет наперекосяк? Если да, то что помогало сохранять уверенность и откуда брали силы? Ну, во-первых, у меня все идет наперекосяк каждый день, потому что мне звонят клиенты только с проблемами. Я ведь покупаю проблемы. Это во-первых. Во-вторых, почти всегда клиенты очень мощные и сильные люди, и они могут и законы часто менять, и многое другое. И когда они требуют помощи, то это уже правда нечто экстраординальное. Любая крупная компания способна нанять самых дорогих консультантов. И поэтому первое, что я спрашиваю, ребята, вы уже ко всем обратились? Если говорят, да, ко всем ты последний, я занимаюсь, если нет, я отказываюсь. И, конечно же, вот сейчас, наверное, многие думают, вот, наверное, заливает. Нет, не заливаю, по одной простой причине. Примерно 35% из моих решений оказываются успешными. Это точная цифра, там, до процентов. Поэтому всего лишь одна треть успешно, а все остальное провальное. Вот представьте себе, как вам жить, если у вас примерно успех до провала. Поэтому очень часто и угрозы есть, и матами приходят, и кричат, и орут, и не пускают через границу, и забирают ноутбуки, и все что угодно. Окей. Олег, слушайте, вы сказали 35% успешных решений, а у среднестатистического человека сколько это обычно? Я не верю. Если вы скажете, не знаю, я не поверю, потому что я уверен, вы изучали этот вопрос. Ну, конечно, их очень мало. Я знаю цифры, они разнятся. Скажу так, у второго трэблшутера планеты цифра 32. Ну, это очень высокий все равно процент. А у среднестатистического человека, давайте вот, я не знаю, мы сейчас в офисе сидим, вот я обычный человек, сколько у меня, как думаете? Меньше 2%. Окей. Я вот это хотел услышать. Обидно слышать, но что поделаешь, ну, такое есть. Хорошо, идем дальше. Кстати, немножко нескромный вопрос, но я часто его задаю на своих эфирах. Ваш средний чек за вашу услугу? А нет среднего чека 70 тысяч рублей в час, начиная с 1993 года. Ничего не меняется. Давайте в евро либо в доллар. Это примерно там 1200, 1250 долларов или там около там около 1000 евро в час. Около 1000 евро в час. Я скажу, ну, ценник не самый запредельный на самом деле. То есть, в принципе, в принципе, ребятушки, если вы кто-то смотрите и хотите решить какую-то проблему, то вообще-то минут 15-20 Олега можно купить. Вся окей. Вот. Шутка была, конечно. Посоветуйте, пожалуйста, хороший источник для освоения оледной генерации в LinkedIn. О, отличный вопрос. Отличный вопрос, только нет такого способа. Вясню почему. Представьте, что есть река, кишащая лососями, и каждый пытается на секундочку выпрыгнуть и блеснуть чешуей. Только ваш контент. То есть, если вы будете делать какой-то сильный контент, только в этом случае вас будет заметно. Как я сказал уже, я публикуюсь каждый день, и многие мои статьи постоянно переводятся. В комментариях к одному из постов, который сделал Сергей, одна девушка из Беларуси написала, что есть другой человек, кстати, мой тезка, который якобы имеет много просмотров. Вот я за ним уже наблюдаю двое суток, он постоянно какие-то смешные видео выкладывает, или там какие-то делает перепосты, которые уже набрали много просмотров. Это тоже один из способов. Есть два варианта. Вариант первый, вы людей развлекаете или вы создаете уникальный контент. Я пошел по пути уникального контента. У меня вот по состоянию на вчера, за вчерашний день было 472 тысячи просмотров. Нужен ли мне другой поток или дегенерации? Ну, конечно же, нет. Стоп. 472 тысячи просмотров это за какой период? За сутки. За сутки? Достойный результат, ну, ничего не скажешь. Это факт. Окей, окей. Все-таки, если, например, кто-то, понимаете, вот то, о чем вы говорите, вы говорите правильные вещи. Создавай контент, работай либо на развлекуху, либо на пользу другим людям. Окей, это понятно. Но, например, тем людям, кто хочет завтра пойти и начать каким-то образом лидогенерить в LinkedIn, от чего им оттолкнуться? В первую очередь. Ну, смотрите, есть несколько способов. В первую очередь, понятно, есть компания по раскрутке. Например, купить миллион подписчиков, это стоит что-нибудь типа там 60 тысяч рублей, то есть ксущие копейки. Вы можете купить, и даже вас будут лайкать какие-нибудь роботы из Тайваня и так далее. Поймите, не бывает чудес. Если вы начинаете создавать себе лидогенерацию, это то же самое, что загонять себе под кожу какой-то допинг. И, конечно, я могу им дать советы, но я за честный спорт. Если вы будете каким-то образом расти вот на стероидах, то вы будете кормить чужой бизнес, а не свой. Да, есть бизнесы раскрутчиков, они есть в Украине, Молдавии, в Казахстане, они есть в Киргизии, они есть в Польше, они есть в Австрии, они есть в Гонконге. Но это же будет не ваш бизнес. Вы будете отдавать половину своего бюджета маркетингового на раскрутку. Я этого не рекомендую. Опять же, как вариант, вы туда можете плагиатить. Если вы знаете два-три других языка, берите из других языков, переводите, ну, честно, просто пишите, чей это источник. И люди, которые языков не знают, будут вам благодарны за переводы. Ну, вот, наверное, лучшее, что я могу посоветовать. Меня интересует вопрос. От нахождения мотива до выполнения конкретного действия. Что является триггером в спусковом крючком? Вопрос немножко даже мне немножко непонятный, честно говоря. Ну, давайте попробуем. Получается, сначала есть некая задача, и потом надо за нее взяться и сделать или не сделать. Ну, первое, я от любой задачи отказываюсь. То есть, когда мне звонят, я говорю, ребята, я не хочу, я не могу, мне неинтересно. Это первый триггер. То есть, я устраиваю высокий порог входа. Многие думают, что цена отпугивает. Нет, отпугивает то, что я всегда говорю нет. То есть, меня уговорить за задачу, это очень сложно. По одной простой причине. У меня есть свой план действий. И всегда, когда у меня есть шанс заработать там 70 тысяч рублей или написать статью на Урду, конечно, я выберу статью на Урду. Потому что статья на Урду ложится один раз в интернет, лежит долго и набирает свои миллионы просмотров. А если я заработаю денежку, ну да, у меня будет немножко денежек больше, но послушайте, я зарабатываю уже их там на секундочку уже там почти 30 лет. и поэтому в какой-то мере я уже в этом этапе нуждаюсь. Поэтому мотиватором, как правило, первым или триггером является готовность заказчика. Он говорит, да, я понял, я готов, буду содействовать. Второе, это важно, чтобы была проблема какого-то большого масштаба. Например, если мы говорим о том, что нужно там кому-то помочь, что-то там, другу, товарищу, ну вот это точно не ко мне. Потому что, если эта компания не входит там в богатейшие компании, ну зачем? Зачем ради колоска поднимать компайн? Есть другие люди, к ней обращайтесь. То есть должен быть масштаб. Ну и последнее, это безнадежность. Когда точно вот уже люди доказывают, что мы все попробовали, прям катастрофа, все плохо. И когда я понимаю, что да, действительно, вот уже там и одни, и вторые, и третьи пробовали, не получилось, вот тут как бы вот такой можно сыграть на моем тщеславе. И я думаю, блин, давайте я попробую. Такой некий авантюризм. То есть адреналин, как пророк парашюта. Ну, много раз, тебе уже не страшно. А когда ты каждый раз прыгаешь на новую планету с неизвестного самого аппарата и не знаешь, что у тебя там, такой парашют, вот это интересно. То есть полная неизвестность, полная опасность и полная неуверенность в том, что получится. Когда вы работаете со своими клиентами, вы их как-то ищете или к вам сами в основном приходят? Категорически не ищу. Как это началось? Ну, когда я писал хакерский редактор, я писал, и тогда было время Фидо. Через время ко мне стали приходить десятки людей и просили записать на дискеты. И через время даже образовались люди, которые были моими распространителями. Мы денег не брали, просто я выдавал новые версии определенным ребятам, которые были моими тестерами, и они раздавали. То есть это была целая сеть. Потом, когда я стал вирусами заниматься, ко мне приходили, приезжали, меня в разные страны забирали, потому что, когда у вас вирус, вы потеряли данные какие-то серьезные, вы готовы на все. И вот постепенно от компьютеров я перешел все более и больше а, за границу, и б, бизнесовые задачи. И вот не могу никак остановиться. Нет, у меня нет проблем с клиентами, и я их вообще не ищу. Мало того, это мое кредо. Я не трачу ни копейки, никогда, ни в одном канале на свою рекламу. Я только информирую о том, что вот сделан такой-то проект, вот такая-то статья, вот графики, таблицы, диаграммы, наблюдаете. Насколько я понимаю, основной источник прихода вашего трафика это ваши публикации статьи, то есть ваш контент. В основном, да. Но опять же, тоже вот, Сергей, спасибо, что меня ковыряете. Я вот долгие годы работал в компании, и что я взял за себя за правило? Я каждую неделю делал презентацию. Презентацию о том, как мы построили систему кредитной верификации, систему андеррайтинга, систему оценки злоговых автомобилей, антимошенничества и так далее. И в конце концов, у меня за 20 лет скопилось их больше, чем 1200 презентаций. И поэтому, когда я сейчас пишу статью, все говорят, вот ты быстро пишешь. Да, я пишу статью за 26-28 минут. Почему? Потому что у меня 310 статей научных и там полторы тысячи уже научно-популярных. Но я просто беру презентацию, открываю и описываю то, что было. Поэтому все мои статьи начались с того, что когда-то, давно было принято решение. Друг, каждый проект, который ты сделал, напиши, что было, какие были попытки, что сработало, что не сработало, какие уроки ты извлек. И вот таким образом, живя долгий срок, я вдруг имею материал, который позволил мне написать в этом году 2234, 4, по-моему, листа формата А4 11-м шрифтом. Это только текст без формул, таблиц, диаграмм и так далее. То есть, если дать такую рекомендацию общую ребятам, то делайте каждую неделю презентацию того, чего вы добились за неделю. Да, я думаю, что давайте, когда у нас с вами будут серии, мы будем договариваться, и я прям покажу какие-то айтишные проекты, которые я описывал. Там будут диаграммы, схемы, то есть все, что они знают. То есть ничего нового, все даже будут думать, боже мой, примитивно оформлено, боже мой, так все просто. Да, вы увидите, это все просто, но по итогу это там наслаивается, нарабатывается, в конце концов, вы вдруг становитесь там заметным. Вы знаете, вот эта штука меня натолкнула на одну хорошую мысль. Как вы храните информацию? Как вы ее кластеризируете? Как вы ее управляете? Потому что на сегодняшний день, вот если, например, даже я по себе сужу, информации настолько много, статьи, публикации, посты, что угодно, и ее настолько много, что просто голова взрывается. У вас есть какая-то система, как кластеризировать информацию, как ее хранить, так, чтобы моментально ее находить? Да, есть. Несколько систем. Есть первая система. Система наименования файлов. Я разработал 72 типа файлов. Это презентация, сложенная записка, объяснительная, регламент, инструкция, положение, ну и так далее. Поэтому название файла будет тип файла, потом подчеркивание, потом его краткая суть, потом будет подчеркивание, будет дата 19.06.13, подчеркивание время с округлением в сторону более крупных, 30 минут, 18.30 и так далее. Если какая-то внешняя компания, значит, там будет написано W, Marriott, или там, Etro. И получается, таким образом, если у вас есть тип документа, компания и суть, то уже поиском в обычном фаре, а я пользуюсь фаром по Alt F7, вы можете много найти. Это первое. Вторая есть хитрость у меня. Я еще имею сложную систему директорий. И тоже есть нюанс. У меня файлов гораздо больше, чем у других. Знаете почему? Потому что я каждые полчаса вспоминаю присказ у программистов. Шла корова через лес, нажимала Ctrl S. Я не использую автосохранение, нажимаю Ctrl S, а после этого, после Ctrl S, я пишу сохранить как и даю файлу новое имя. То есть получается, если я с файлом работаю 3-4 часа, каждое примерно полчаса он получает новое имя. И я вообще это не удаляю. И если говорить честно, у меня есть 2 гигабайтный винчестер. Вот начиная с 91 года, он у меня забит, наверное, на 1,7 гигабайта. Там есть все видео, все мои аудио, все мои тексты, все мои программные коды, все, что я когда-либо сделал. То есть оно заархивировано Винраром. Есть система архивации недельная и есть ежемесячная. Я сжимаю, сжимаю, сжимаю. Только проект закончился, он летает в архив. Только проект закончился, он летает в архив. И получается, есть бэкапы текущих проектов, а есть бэкапы архивов. Круто. Так, давайте-ка я пробегусь по комментариям и прочитаю, что у нас народ пишет. Так, тут народ пишет «хочу, хочу, 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 хочу». Это к вопросу о нашем дальнейшем сотрудничестве в виде воркшопов. И можете рекомендовать ресурсы для обучения копирайтингу на английском языке для ненейтивов поделиться своими правилами для текста в LinkedIn? Смотрите, по поводу ненейтивов, наверное, копирайтингу я не рискну учить, но скажу так, что в большинстве случаев копирайтинг для разных языков не отличается. У меня есть статья на Спарке, она называется «Как в одиночку залить сеть контентом», где я как раз рассказываю о том, как я пишу. Там есть, я описываю 16 уровней копирайтинга, и там привожу всякие разные примеры. Это раз. Второе. На моем YouTube-канале есть бесплатный курс, где я рассказываю о том, как стать первым в LinkedIn. Это, по-моему, 15-й год, что-то такое было снято. Я еще очень плохо говорю по-русски. Две причины. Первое. Я все-таки украинец и долго говорил по-украински. Это первое. А второе. У меня специальные капы, я зубы себе выравнивал, и поэтому специально говорил, ну, как мне тяжело говорить, но тем не менее, там будут копии экранов и много-много-много объяснений. И третье. Мы с Сергеем, скорее всего, вам покажем какие-то механики и, наверное, сделаем 2-3 мастер-класса. Я прямо при вас покажу, как текст улучшается, укушается и так далее. Еще можно глянуть статью мою на Нетологии, Нетология.ру. Называется «Мощные тексты». Круто. Так, еще идем в комментарии. Так, 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 так. Как вы упаковываете свое предложение? Офер или личный бренд? Понятно. Я никогда ничего не упаковываю. Смотрите, я настолько долго в бизнесе, я настолько много перемещаю, слетаю, настолько много пишу статьи, я стараюсь, чтобы статьи были понятны. Я из них убираю излишнюю математичность, поэтому некоторые говорят, это слегка такой научпоп. Но иногда, как бы, я злорадствую, пишу сложные, длинные формулы, потому что без них нельзя обойтись. Но я не работаю ни с одним клиентом, который хочет со мной заключить договор или коммерческое предложение. Просто неинтересно. Смотрите, я один человек, и если против меня будут какие-то юристы, бухгалтера, экономисты согласовывают договор, мы не закончим никогда. Попробуйте дорасти до такого уровня, когда будут вам верить на слово. Это вот самый высокий кайф. Деньги платятся наперед, вам покупаются билеты, вы прилетаете, что-то там делаете, улетаете, и все довольны, все в шоколаде. Это будет непросто. Это путь через экспертность. Почему так много мы с Сергеем говорим про копирайтинг, про статьи, про презентации, про проекты и про документирование? Окей. По поводу контента. Какую долю времени вы вкладываете в создание контента? Каждый день я пишу от одной-двух статей в зависимости от плана. Опять же, когда будет время, я покажу, у меня есть план, где есть все проекты, в которых я участвую. Если мы с Сергеем затеем проект, появится колонка, мы определим даты, я календарь свой построю, и у меня есть очень простая задумка. На самом деле, я пишу не только про проекты, вернее, не столько про проекты. Школа трабл-шутеров это четырехмерное измерение, 5 на 5 на 5 на 5. 625 навыков я хочу преподавать до 2028 года. И вот для того, чтобы их сделать, я сделал таблицы. Эти таблицы говорят вот о чем. На каждый навык я должен сделать три статьи. И вот получается, на каждый навык я делаю статью, презентацию, вебинар, подкаст по четыре мероприятия. И вот я знаю, какие издания. Я заранее согласовываю с редакторами план тематический на год и просто в нужные моменты появляются мои материалы. То есть я просто исполняю по диагонали свою таблицу. Еще вопрос. Какой способ выявления проблем, потребностей клиентов для создания контента? Хороший вопрос. Большинство людей слушают не для того, чтобы услышать, а для того, чтобы ответить. И как раз на трабл-шутинге один из навыков, который мы учим, это умение слушать. Если вы просто молча сядете перед человеком и позволите ему полчаса говорить и будете внимательно все записывать, то вы увидите, что даже в последние секунды он будет существенно картину менять. То есть первая идет грубая какая-то зарисовка ситуации, потом проясняется, 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 а потом человек, все рассказав, начинает как бы этот шарик поворачивать. Когда я учился в городянской средней школе номер два Черниговской области, я был олимпиадным победителем, постоянным, в разных олимпиадах, без исключения, по всем предметам, но меня отвели такие к одному, к одной женщине математику, у которой был орден Красного Знамя. Они сказали, она тебя научит. Я подумал, боже мой, чему? Если честно, она научила мне только одной простой вещи. Не начинай решать задачу, пока ее не нарисуешь. И вот ваша задача научиться или рисовать ее на бумаге, как мы с Сергеем делаем на листочке карандашом, или в голове. Раньше делал на бумаге, теперь все чаще в голове. Оказывается, мы с вами еще и земляки в придачу. Так вот бывает в этой жизни. Дальше смотрим. Как вы отдыхаете? Ух, блин, кто-то меня опередил. Олег, я этот вопрос оставлял на потом. Ну ладно, Олег Трегуб, который задал этот вопрос. Олег, как вы отдыхаете и какие способы перезагрузки используете? Я знаю, что вы не употребляете алкоголь, вы не употребляете никакие запрещенные вещества и вы не курите. Как вы отдыхаете? Смотрите, если честно, вот сейчас это отдых. То есть мы просто общаемся с приятным человеком и я же там с силой не напрягаюсь. То есть вы меня спрашиваете, а я просто достаю из головы, ну как будто бы это отдых. Дальше. Я, естественно, почти каждый день бегаю, минимум 10 километров. У меня спортзал, например, метров 900 у меня. Я к нему бегу, потом там бегаю, потом плаваю 2 километра, потом лежу в хамаме. Это занимает у меня суммарно 3 часа каждый день, что бы ни случилось. Я работаю до, я работаю после. Я много летаю. Когда вы летаете бизнес-классом, кресло обычно раскладывается и обслуживание персональное. В гостиницах я живу только 5 звезд, лучшие гостиницы в городах и ко мне, как правило, уходят или генеральные менеджеры, или специальные люди от клиентов. То есть у меня в номере все шикарно. Мне в номер приносят тренажеры, у меня всегда уже наполнена ванма, как бы мои мои клиенты рестораторы, одежду мне постоянно кто-нибудь перевозит, приносит. Поэтому у меня много кайфа, удовольствия в жизни. Ведь главное, не сколько ты отдыхаешь, а, наверное, от того, какие получаешь ощущения. Допустим, с супругой пошли куда-нибудь в магазин, купили дорогих несколько вещей. Для нее счастье выше крыши. Для меня это всего лишь просто увидеть счастье другого человека. От этого сердце отдыхает и приятно на душе. Очень круто. Вы знаете, хочу немножко сместиться в сторону от бизнесовых всяких вещей, потому что вы затронули вопрос семьи и отдыха и вот этого всего. А, кстати, какие вещи вот такие, не знаю, семейные, несемейные, какие-то такие штуки, которые не бизнесовые, но которые вас больше всего радуют в этой жизни. Ну, говорю, вот я как-то вот вдруг понял, что самое важное это других радовать, потому что несложно иметь деньги и часто, вот я помню, мне было жалко денег на что-то. А теперь, наоборот, я такой кайф испытываю. Допустим, мы приходим куда-то и нравится какое-то колечко или сумочка. И мне супруг говорит, давай подождем, пока будет скидка. А я, наоборот, говорю, слушай, давай купим сейчас. Почему? Потому что я там в голове понимаю, что стоимость вещи это цена моей любви. И если я буду просить скидку, как будто бы я люблю свою жену со скидкой. И поэтому, как бы, от этого как раз и есть кайф. Ах, сейчас, знаете, все так заерзали там в креслах, такие, а, блин, что ж такое-то? А мы же ждем скидки. Вот, окей. В какой момент, в какой момент вот к вам начали приходить деньги, неправильно задал вопрос, начинаю задавать вопрос. В какой момент вы перестали думать о деньгах от слова «совсем»? Я уже сказал про компанию «Моторола». И когда там компания «Моторола», это был мой первый курс, когда компания «Моторола» меня наняла, я получал за каждый алгоритм, который я писал, тысячу, тогда были купоны, если помнить, такие красненькие купюрки. Вот. И нужно было написать 30 алгоритмов. Я написал 29 за ночь и получил кучу денег. Прям были невероятные деньги. А в эквиваленте в долларах можете посчитать, сколько тогда это было? Ну, где-то, наверное, может быть, по 20 долларов за тысячу. Ну, то есть долларов это к 400, чтобы вы поняли кроссовки на стадионе республиканском. Высокие, баскетбольные, которые были мечта, стоили 5 долларов. Вот. Потом, значит, это первый был большой заработок. Второй заработок. Приехал некий польский ученый, он еще очень известен, его зовут Роман Бужаковский, и говорит, слушай, вот «Моторол» сказал, «Ты разбираешься в транспьютерах». А я не разбирался вообще в транспьютерах. Я пишу диссертацию докторскую, можешь глянуть. И я, значит, поковырялся в этой системе, которой он придумал. Там было 4 варианта размещения платы, она называлась систолической. И я придумал пятый вариант. Я сделал, честно говоря, полный перебор просто на компьютере и нашел. Он говорит, это невероятно. Говорит, все посмотрели и не нашли, но я знал, что ты найдешь. И он мне тоже дал 5 долларов. И вот, вы знаете, потом появился вирус, я уже не помню, как он назывался, по-моему, он назывался DIR1024. Меня пригласили в какой-то вуз, и там на каком-то компьютере что-то не запускалось. Я нашел, значит, вирус, что-то полечил, мне дали 50 долларов. И с этого момента все понеслось. Ко мне, значит, приходили люди, давали по 30, 50 или 100 долларов, и я лечил компьютеры. Бывало по 2-3 в день. Меня прямо с пар забирали. То есть многие на кафедрах знали, многие знали на факультете, что вот он умеет. И все. Как бы, наверное, на втором курсе я уже в деньгах не нуждался. Это прямо было много, 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 много денег. То есть, скажем так, где-то за год я зарабатывал на 2-комнатную квартиру в Киеве. Будучи студентом. Будучи студентом. Круто. И с тех пор вот как-то оно так и сложилось. Я так понимаю. Окей, это круто. Ваше отношение к спорту? Я спорт обожаю, причем я люблю спорт честный. То есть я не люблю тренажеры, я люблю подтягиваться, я люблю отжиматься, я люблю плавать. Но вот я не люблю всякие вот такие, знаете, там всякие какие-то вот навороченные, там какие-то там способы качания мышц. Я работаю только собственным весом. Почему? Я функционал. Когда я бегаю, я понимаю, почему, например, опять же в Питере была история, я был на встрече, на метро спортивное с весом там находится. Вот. И мне дали мерседесы, водители, и мы слегка не впивали на Сапсан. За полтора километра я вышел, я был в тройке, в плаще, у меня был чемодан, и я спокойно пробежался. И я, конечно, был мокрый, но я сел в Сапсан и успел. То есть вот до чего мне нужен бег. Допустим, когда я отжимаюсь, я понимаю, почему время от времени в разных странах бывает, там приходится кому-то дать в морду. Уж меня простите. Поэтому это вот отжимание, там, оно как раз тренирует удары. Вы сейчас серьезно говорите, что у вас возникают сейчас конфликтные ситуации, когда надо двинуть в морду? Да. Я живу в реальной жизни, я живу не в пробирке. Да, но подождите, бизнес-класс, Мерседесы, дорогие гостиницы, я думаю, там как бы надо поискать, кому двинуть. Да, гостиница Гранд Хаят, рядышком начинается стройка, строят ее индусы, начинают шуметь, мешают моему клиенту. Вариант первый, звать полицию, вариант второй, я выхожу, и через пять минут все абсолютно тихо. То есть, ну, послушайте, ну, конечно, можно умничать сколько угодно. Ну, конечно, там, против каких-то здоровых львов я не полезу, но бывают ситуации, когда при мне кого-то обижают или там требуется сила, ну, почему бы и нет. В какой ситуации вы не сможете пройти и вот просто, например, на улице идете, в какой ситуации вы точно вяжетесь в драку? Вот стопуду без ряда. К сожалению, это часто бывает, у меня даже бывают там фингалы и так далее. Если честно, вот, скажем, я не люблю, когда обижают детей и обижают женщин, а вот в России такая интересная тема, тут почему-то все боятся Кавказа, и вот бородатые люди, они, я живу просто в большой сталинской высотке, такая высотная, их семь, в Москве, и вот прямо в моем здании метро, красные ворота, вход, и это, получается, ну, бывает с одной стороны, с другой стороны, иду из машины. И вот часто бывает, что вот эти вот бородатые люди кому-то задираются. Ну, вот если, допустим, их двое, а другой человек один, я всегда вступаюсь, заканчивается часто не в мою пользу, но с другой стороны это очень здорово сбивает спесь. Если вы думаете крутой, попробуйте подраться с этими ребятами, которые ничего не боятся, у которых ножи бывают, ну, круто. Окей, Богдан Корецкий, количество денег, это равно персональный майндсет? Нет, категорически нет. Понимаете, у меня, опять же, вот очень важно, чтобы народ не подумал, что я какой-то такой весь успешный и лучезарный. У меня было пять бизнесов, а один из бизнесов был в Украине, УНА, украинский национальный антивирус, и там, надеюсь, там, многие знают, партнера моего убили, прямо домой к нему зашли и убили, на глазах у сына, потому что с нас требовали откат. Луганские депутаты сказали, что они вписали в бюджет страны определенную сумму и, значит, потребовали, чтобы мы давали откат. 90 процентов. Я нанял себе телохранителя, меня охраняли, а вот он, как бы, донецкий парень, сказал, что, типа, нет, со мной ничего не случится. В конце концов, его грохнули, у нас бизнес забрали полностью. То есть, как бы, реальная жизнь, она, в общем, такая, очень простая. Опять же, когда я в политехе учился, я тренировался с первого курса по шестой в спортивном клубе «Гермес», это станция метро «Киевский политех». Там был дом книги в 16-этажном здании. И вот с тыльной стороны там был бывший теннисный клуб. Поэтому мы тренировались два раза в неделю, два раза в день, шесть дней в неделю. Поэтому, кто знает спортклуб «Гермес», те не удивляются, почему я сжимаю сто раз. Это было обычное дело совершенно. Окей. Так. Рома Пивненко. Благодарю за глубокое интервью, Олег. Вопрос. Текущее положение вещей – это результат, от конкретно поставленной долговременной цели в юности или действий на пути? Ну, скажем, большинство решений я принимаю заранее. Скажем, я начал учиться читать в 1983 году. И я прочел уже почти 18 550 книг. То есть я читаю уже очень давно. Школу я начал строить 15 сентября 2015 года. Я ее распланировал до 2028 года. Например, будут снято 650 подкастов. Они выходят раз в неделю. Записываем мы три в неделю. Уже сняты подкасты до 2022 года. К концу следующего года мы снимем подкасты, которые будут выходить до конца 2028 года. Круто. То есть в любом случае вы планируете все наперед. Окей. Очень наперед. Да. Павел Лобот, есть ли у вас пассивный доход? Если да, то примерно какой и как организован? Нет. Пассивного дохода нет. По одной простой причине я для себя принял такую очень важную штуку, что деньги – это, конечно, хорошо, но очень здорово помогать людям. Поэтому я помогаю большому количеству благодарительных проектов. Это имеет две стороны. Первое – это делает меня сильным. Мне нравится то, что я могу из семейного бюджета деньги изъять и кому-то помочь. Меня прямо это очень сильно греет. Второе – меня очень греет, что об этом никто не знает. То есть я это делаю точно не на показуху, не для политики, не для чего. И третья важная вещь – я почему-то в какой-то момент для себя принял решение, что важно уметь заработать деньги, а не сохранить. Я не верю, что можно сохранить деньги. Я в Украине потерял их несколько раз. Я в России уже потерял деньги один раз. Ну, просто там или кризис, или там какая-то потеря бизнеса, и вдруг хлоп, у вас денег нет. И вот несколько раз побывав там от миллионера многократного в долларах до нуля, я вдруг понял, что для мужчины очень важно уметь заработать деньги. Поэтому я не строю пассивные доходы, я прям транжира. Я люблю баловать родных, близких и себя тоже. Это, по-моему, очень круто. Олег, я думаю, на вот этой прям светлой такой ноте я предлагаю на сегодняшний день закончить. Мы с вами еще обсудим обязательно, как мы сделаем серию мастер-классов. Сейчас я понимаю, что они действительно будут очень полезны, реально. Ребят, все, кто смотрел нас на Фейсбуке, все, кто будет смотреть на Ютубе, пожалуйста, напишите комментарий свой прямо сейчас, Олег. Вот честное мнение. Потому что когда мы готовились к интервью, когда я делал посты, я увидел очень много желчек, честно. Мне это было немножко неприятно. Откровенно. Олег там сказал, Сергей, ты мне не партия, не обращай внимания. Нет. Мне просто зачастую не совсем понятно, как можно судить по человеку, по картинке, либо по еще каким-то вещам, не пообщавшись с ним. Я, например, стараюсь не позадать таких вещей совсем. Вот. Это первый момент. То есть напишите в комментариях, как вам ваше мнение в интервью. Мы с Олегом в свою очередь подумаем о том, чтобы действительно сделать классные воркшопы, которые будут тематические, которые будут бить четко-четко в какой-то навык. Вот как Олег любит, я так понимаю, у него все четко распланировано, мы будем четко прорабатывать навык. Вот. Но это в будущем. Это не прямо завтра. Мы обсудим обязательно это все. Еще маленькое объявление. У нас буквально в следующий четверг стартует бесплатный воркшоп о привлечении больших клиентов. Я в комментариях оставлю ссылочку на регистрацию. Приходите к нам на воркшоп. Это будет не воркшоп, это будет огромный вебинар. Очень глубокий с Данилом Гридиным. Олег, спасибо вам большое. Это было действительно очень классное интервью, очень приятно. Я думаю, что мы с вами... Это было только первое интервью. Сергей, спасибо большое. Конечно, зачем мы начинать что-то маленькое, зачем мы большое останемся в памяти полезными. А если будет желчь, ничего страшного. Если кто-нибудь изливает желчь только потому, что сам не может позволить себе то, чего умеем мы. Окей, спасибо. Всем пока, ребят. Всем хорошего дня.